Вести Карачаева-Черкесия Вести Карачаева-Черкесия Вести Карачаева-Черкесия В целом принятыми мерами сохранен контроль за оперативной обстановкой. Работа по выявлению и пресечению фактов экстремистской и террористической деятельности оставалась приоритетной. Был обеспечен правопорядок при проведении массовых, в том числе общественно-политических мероприятий. Проведена работа по нейтрализации угроз достижения национальных целей развития Российской Федерации в рамках выявления, пресечения, раскрытия преступлений, совершаемых при реализации национальных проектов и государственных программ. В наступательном ключе реализованы задачи по обеспечению безопасности и правовой защищенности законных прав граждан собственности и государственных институтов. Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев и сенатор Российской Федерации Крым Казаноков отправили 25 тонн питьевой воды для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Перед отправкой очередного гуманитарного груза мы стараемся узнать о потребностях наших военных и в списке всегда находится питьевая вода, прокомментировал Крым Казаноков. В целом Карачаево-Черкесия по поручению члена Высшего Совета Единой России главы республики Рашида Тимрезова уже отправила в поддержку военнослужащих и жителей Донбасса более 300 тонн гуманитарного груза. Это предметы первой необходимости, продуктовые наборы, детское питание, питьевая вода, одежда и бытовая химия. В рамках акции «Единой России» жители Донбасса также получили книги на русском языке. Федеральное правительство упростило порядок строительства и реконструкции приоритетных социальных объектов. В список объектов, которые можно будет строить в упрощенном порядке, войдут школы, детские сады, больницы, ФАПы, школы искусств и спортивные сооружения. Упрощенный порядок строительства предполагает сокращение числа разрешительных документов и административных процедур, а также упрощенное получение земельных участков. Таким образом, ввод в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры ускорится в среднем на год. Об этом сообщил председатель правительства страны Михаил Мишустин. Мы расширяем список объектов, строительство и реконструкцию которых можно будет вести в упрощенном порядке. Теперь в него войдут школы, больницы, спортивные сооружения и многие другие организации социальной сферы. Это ускорит их ввод в эксплуатацию в среднем на один год за счет уменьшения числа разрешительных документов, ну и соответственно административных процедур. На необходимость снижения излишней зарегулированности в строительном секторе постоянно обращает внимание президент. Правительство продолжает последовательную работу в этом направлении. В рамках плана первоочередных задач и действий уже были подготовлены соответствующие изменения ряда законов, которые позволяют распространить новый порядок на социальную, медицинскую и спортивную инфраструктуру. Мы будем и дальше принимать решения, которые помогают людям и их семьям получать необходимое обслуживание и заботу. И дают возможность бизнесу снизить издержки, ну а соответственно отраслям лучше адаптироваться к внешним санкциям. В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» продолжается капремонт моста через реку Кордоник на дороге Кордоникская-Козелоктябрь протяженностью около 67 метров. Мост будет оснащен новыми балками, пролетными строениями и подходами к мосту. Также будет установлено искусственное освещение. Будет выполнено обустройство моста барьерным ограждением, установлены новые дорожные знаки и нанесена дорожная разметка. Напомним, данный мост находился в предаваренном состоянии и не отвечал современным транспортным эксплуатационным требованиям, в связи с чем главой республики Рашидом Темрезовым было принято решение о проведении мероприятий по его капитальному ремонту. В Карачаевском районе в рамках нацпроекта «Экология» завершилась работа по рекультивации хвостохранилища Эльбрусского свинцово-цинкового рудника. Его накопленные за десятилетия отходы ранее представляли очень серьезный источник загрязнения окружающей среды и питьевых вод. Комментирует информацию первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Валентина Лешова. С помощью федеральной программы нам удалось все это закрыть. Здесь вы видите дамбу, которая отгораживает этот участок от реки, две нагорные канавы, которые собирают весь стоп. И я должна сказать, что мы все эти пески, отходы от горно-обогатительной фабрики, закрыли бентонитовыми матами, которая под воздействием влаги, глина в бентонитовых матах, бентонитовая глина разбухает и сушит глиняным замком. Все это удалось рекультивировать, выдавить эту всю воду, перекачать ее на хвостохранилище второй очереди, закрыть это хвостохранилище. Там тоже целый пирог, это капиллярно-разрывной слой, который там 80 сантиметров. Потом геосинтетическая мембрана, которая не позволяет проникать в воде и замачивать все хвосты, которые остались. Дальше слой глины почти 50 сантиметров и плюс еще 20 сантиметров трудородного слоя, тоже засеяли травой. В ауле Инжичекуна Базинского района Карачаева-Черкесии заменены ветхие водопроводные сети, из-за которых часто возникали перебои водоснабжения. В сельском поселении были ветхие водопроводные сети. По программе «Комплексное развитие сельских территорий» заменено более 3 километров водопроводных сетей. Часто не было воды, были утечки, прорывы из-за ветхих труб. Теперь таких проблем уже не будет, рассказал заместитель главы администрации Абазинского района Тимур Ксалов. На данный момент работы подошли к завершающему этапу, а это значит, что буквально через неделю местные жители получат чистую питьевую воду. Всего по программе «Комплексное развитие сельских территорий» с 2018 года построен 81 километр водопроводных сетей в 34 населенных пунктах. С начала действия закона о повышенной выплате страховой пенсии по старости инвалидности неработающим пенсионерам, имеющим сельский стаж, ее получил уже 1591 житель Карачаева-Черкесии. С увеличением с 1 июня фиксированной выплаты к пенсии до 7220 рублей увеличился и размер сельской 25-процентной надбавки и составил 1805 рублей, а для получателей страховой пенсии по инвалидности третья группа – 902 рубля. Для получения указанной надбавки одновременно должны соблюдаться 4 условия. Во-первых, это получение страховой пенсии по старости или инвалидности. Во-вторых, пенсионер должен иметь 30-летний стаж работы в определенных должностях сельского хозяйства. Также получатель пенсии должен проживать в сельской местности и быть неработающим. В стаж для сельской надбавки к пенсии включается работа в сельскохозяйственных организациях на территории России, а до 1 января 1992 года на территориях Союзных республик бывшего СССР в профессиях и должностях, предусмотренных списком, утвержденным правительством при условии занятости в таких производствах, как растениеводство, животноводство или рыбоводство. В столице Карачаева-Черкесии завершен прием заявок на благоустройство дворовых территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Всего поступила 161 заявка от собственников многоквартирных домов на ремонт 119 дворовых территорий. До конца лета все предложения будут изучены специальной общественной комиссией по отбору дворовых территорий в муниципальную программу «Благоустроенный Черкесск». Приоритет будет отдан менее благоустроенным территориям из списка подавших заявления. Такие дворы войдут в план работ на будущее в первоочередном порядке. 25 июля вступили в силу поправки, которые ужесточили наказание за повторное вождение после лишения прав. Введены высокие штрафы, уголовное наказание и конфискация автомобилей. Подробности сообщила государственный инспектор отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД МВД по Карачаево-Черкесии Лилия Гогушева. Уважаемые жители и гости Карачаево-Черкесской республики! Госавтоинспекция информирует вас о том, что с 25 июля 2022 года вступил в силу федеральный закон от 14 июля 2022 года номер 257 ФЗ о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, которые ужесточают административную ответственность за повторное управление транспортным средством водителям, лишенным прав. Так, статья 12 прим. 7 КОАП РФ. Управление транспортным средством водителям, не имеющим права управления транспортным средством, дополнено частью 4, согласно которой повторное совершение административного правонарушения, выразившееся в управлении транспортным средством водителям, лишенным права управления им, если такое деяние не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок от 150 до 200 часов. Кроме того, федеральным законом от 14 июля 2022 года номер 258 ФЗ в Уголовный кодекс РФ введена новая статья, статья 264 прим. 3, в которой устанавливается ответственность за управление автомобилем либо другим механическим транспортным средством лицом, ранее лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию за повторное управление транспортным средством по части 4 статье 12 прим. 7 КОАП РФ. То есть наказание будет применяться для тех водителей, которые уже два раза привлекались к ответственности в части лишения права управления транспортными средствами. Нововведение направлено на сохранение жизни и здоровья водителей, пешеходов и пассажиров, а также предупреждение административных правонарушений и преступлений. Основной целью является повышение мер общественной безопасности, предупреждение общественно опасных действий, совершаемых лицами, лишенными права управления транспортными средствами. В Республиканской столице проведена совместная работа ГИБДД, спецподразделения ГРОМ, управления по контролю за оборотом наркотиков и сотрудников уголовного розыска МВД по Карачаево-Черкесии. Мероприятие было направлено на проверку соответствия документов, необходимых для управления транспортным средством, выявление незаконной перевозки оружия, взрывчатых веществ, взрывных устройств, наркотических средств, алкогольной и табачной продукции. В результате проведенных мероприятий по выявленным нарушениям составлено 84 административных протокола. Совместные профилактические рейды направлены на обеспечение общественной безопасности и безопасности дорожного движения в Республике. Первый физкультурно-оздоровительный комплекс будет построен в ауле Учкулан, Карачаево-Черкесии по нацпроекту «Демография» уже в текущем году. Здание будет состоять из двух этажей. На первом этаже зал размером 24 на 15 метров, который предусмотрен для нескольких видов спорта. Борьба, бокс, тяжелая атлетика, а также игровые виды спорта. На втором этаже обустроят ленажерный зал, раздевалки, душевые, санузлы и административные помещения. Пропускная способность спортивного объекта, который займет площадь почти в одну тысячу квадратных метров, будет составлять 50 человек. На сегодняшний день проводится подготовка свай для дальнейшей установки металлоконструкций. Завершение строительства намечено на конец текущего года. Архысская сосна, которая уже без малого два века снова борется за звание «Российское дерево года». Проголосовать за 200-летнее дерево можно на сайте Всероссийской программы «Деревья. Памятники живой природы» до 1 августа. Об этом рассказала советник министра природных ресурсов и экологии Карачаева-Черкесии Медина Баташева. Сосна обыкновенная высотой 30 метров растет на поляне Тау в окрестностях села Архыс. Конкуренцию нашему дереву составляют 60 деревьев из различных регионов страны. Все деревья-участники занесены в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Мы призываем всех жителей Карачаева-Черкесской республики, патриотов и истинных ценителей, любителей родной природы принять участие в выборе Российского дерева 2022 года. Номер Архысской сосны на сайте для голосования 22. Волонтеры и сотрудники организации Алашара занимаются росписью стен в национальной тематике в аулах Карачаева-Черкесии. Через уличное граффити мастера стрит-арта могут донести до людей важную информацию, обратить внимание общественности на злободневные темы и мотивировать их на действия. Начало проекта «Социальное граффити» было положено еще в 2019 году. В честь проведения шестых игр народов Абаза был нарисован логотип игры на стене школы Аула Эльбурган волонтерским корпусом Алашара. Также в ауле Новокувинск была проделана реставрация фасада здания Дома культуры. Следующей целью стал фасад здания почты в ауле Старокувинск. Рисунок был заранее согласован с администрацией сельского поселения. Автор данного рисунка – волонтер организации Диана Жирова. Команда художников уверена, что данный проект позволит сохранить самобытную культуру, а также покажет культурные особенности Абазин в современном формате. В предстающую субботу в Черкесске в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» пройдет Всероссийский фестиваль фольклора «На веки с Россией». В нем примут участие мастера народных промыслов и фольклорных коллективов из Адыгей, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Чечни, Краснодарского и Ставропольского краев, Волгоградской и Астраханской областей. Будут представлены 12 подворий из районов республики, пройдут мастер-классы по народным промыслам, керамики с золотому шитью, резьбе по дереву и многим другим. Начало фестиваля в 11 часов, а в 18 часов запланирован гала-концерт на главной площади Черкеска. Радио России, Карачаево-Черкесия, погода. По сообщению синоптиков, сегодня по республике ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха 27-32 градуса тепла. В горах местами до 25 градусов выше нуля. В Черкесске небольшая облачность без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 29-31 градус выше нуля. Это все главные новости Карачаева-Черкесии. К этому часу с ними вас знакомила Руфина Ковалева. Реклама Индустриальный технологический колледж продолжает набор выпускников 9-11 классов. Бесплатное обучение, поступление без дачи ОГЭ и ЕГЭ, стипендия, общежития, отсрочка от армии, с получением профессии, техники грузовых и легковых автомобилей, автогридерист, экскаваторщик, электромонтажник, сварочное производство, моделирование швейных изделий, парикмахер, мастер по обработке цифровой информации. Хотите зарабатывать достойно? Звоните, пишите, приходите. Количество мест ограничено. Индустриально-технологический колледж. Улица Октябрьская, 56. Телефон 21-17-25. Мы растим профессионалов. Стань успешным и ты. 30 и 31 июля приглашаем жителей и гостей Карачаева-Черкесии в парк культуры и отдыха «Зеленый остров» на грандиозный фестиваль кавказской кухни «Кунак». В программе фестиваля – бесплатная дегустация уникальных национальных блюд народов Кавказа и Закавказья, интерактивные кулинарные мастер-классы от шеф-поваров, торжественная церемония закладки капсулы времени с рецептами аутентичных кавказских блюд, праздничный концерт и салют. На площадке фестиваля пройдет чемпионат поварского искусства, большие огненные игры с участием поваров мирового уровня, главный приз, кубок главы Карачаева-Черкесии и звание «Кунак-2022». В честь столетия региона именитые повара приготовят по 100 литров башлак-бишерген, нагайшай, окрошки и ливжи. Испекут больше ста балкарских хаченов и не только. Организаторы фестиваля. Министерство туризма и курортов Карачаева-Черкесской республики. Северокавказская ассоциация кулинаров. Судьи чемпионата. Алла Мишина, Денис Перевоз, Анна Жукова, Бесо Чеченов. Почетные гости фестиваля. Анатолий Ли, курсант Нурадинов, Альвеор Кабулов, Кумсият Мирзаева. Генеральные партнеры проведения фестиваля. Федеральное агентство по туризму. Аппарат полномочного представителя президента России в Северокавказском федеральном округе. Фестиваль кавказской кухни КУНАК. 30 и 31 июля. Парк культуры и отдыха «Зеленый остров». Начало в 11.00. Ждем всех. Вход свободный. Вы слушали Радио России, Карачаева, Черкесия. До новых встреч!